Ладно, Камик, я это, все понимаю, вот, я включаю игру, вот, давай, к тебе как человеку претензий нет? Ну, сори, да, я, может быть, неправильно описал, в чем суть турнира, вот, пожалуйста, ребята, не надо Камику предъявлять ничего, это просто я ошибся, ну, типа, изначально, вот, извините, да, что экран не включил, вот, я изначально ошибся, надо было просто предупредить всех участников о том, какой будет формат турнира, вот, возможно, это моя ошибка с тем, что я не проинформировал, вот, думал, что это будет понятно, это не так, вот, поэтому, но в любом случае, я считаю, что ситуация заслуживает дисквалификации, вот, я ее сделал, я о ней не жалею, вот, мы доигрываем два последних, две последних игры с Бонгером, все, вот, все, я понимаю, Камик, я понимаю, что ты пригорел, вот, все, давайте отпустим ситуацию, просто досмотрим сегодня две хорошие игры, вот, у Камика после четырех игр было 0,1 балла, вот, после этой у него игры стало, ну, это не, одни баллы озвучу, после этой игры стало минус 0,65, я не думаю, что Камик бы прошел в финал турнира, поэтому, ребят, просто продолжаем смотреть, вот, наслаждаться красивой, хорошей игрой, вот, на первом слоте я господин Стрегуль, на втором слоте господин Франклин, на третьем слоте господин Олиот, на четвертом слоте господин Лоско, на пятом слоте госпожа Космос, на шестом слоте господин ВЛС, на седьмом слоте господин Зеневал, на восьмом пинг Бутерфлея Мэн, на девятом господин Бонгер замена сегодняшнего турнира на последние две игры вне зачета будет играть, на десятом слоте господин Клаус. Так, всем еще раз привет, рад приветствовать господина Бонгера за этим столом, был конкурс между господином 22, господином Джози и господином Бонгером, господин Бонгер выиграл, поэтому я думаю, игра будет интересной. Я на самом деле отпустил уже этот турнир, у меня 1-3, настроение не очень хорошее, хоть и, ну, надо доиграть как-то, вот, но в целом, не знаю, не хочу давать вам никаких посылов, не хочу ни о чем говорить таком, знаете, возвышенном, там, призывать вас к чему-то, учить как-то играть, тем более. Просто лучше попилюсь, не знаю, но попили, скажу свою позицию, да и все. Вот, достал красную, не знаю, мне казалось раньше, что на красной карте меня находить достаточно несложно, этот турнир меня переубедил, на самом деле, ну, потому что все игры, которые я играл на красной, для половины стола, для половины красных игроков мой цвет был вообще неочевиден. Вот, это странно, вроде как, ну, я заигрываю какую-то команду, беру каких-то красных игроков, люди просто берут мою команду, играют. Так, в столе один, смотрите, игрок номер один, ну, что это за, зачем ныть? Зачем ныть? Все, ну, не находят, не находят, сделайте так, чтобы нашли. Мафия такая игра, что здесь постоянно есть что-то, что, как бы, можно улучшать. Если вас не находят красным, сделайте все, поспрашивайте людей, почему вас не посчитали красным, например, сделайте какой-то вывод, чтобы в следующих игрок вас считали красным, либо более убедительно говорите свою позицию. Вот, мне не нравятся такие речи, конечно, когда люди говорят, что расстроены и так далее. Конечно, если вы красный, я красный, а в этот раз действительно красный. Я сделаю все, чтобы красные победили, и вы в том числе, и у вас появились шансы побороться за успех. Но если вы красный, тогда добавьте тоже огня, поговорите хорошую речь, чтобы все запомнились, с кем вы сыграли, и чтобы уже ни у кого сомнений не было, что вы красный. Вот. Самио красный, как бы, хотел другую речь сказать, но из-за того, что первая чуть-чуть так под расстроенную речь сказала, вышла так. Игрок номер три, ваш микрофон не включен. Отпускаю паузу через три, два, один. Так, игрок номер три, вы меня слышите? А все остальные меня слышат? Да. Все, кроме игрока номер три, да? А третий игрок вообще завис, по-моему, да? Кстати, сегодня есть, похоже, какой-то интересный баг на сайте, что когда игрок лагает, он перестает слышать судью. На-на-на. Сейчас я наберу господина Алиота. А, убрать паузу, вы говорите, да, чтобы отпустило? Ну, давайте попробуем. Не, господин Стрегуль, стратегия... Господин Стрегуль, стратегия отличная, конечно, мы, наверное, все-таки подождем, господин Алиота. Понимаю, что вам не нравятся его речи. Так, я сейчас напишу в личку, если там может быть интернет. А, так, сейчас. Господин Алиота, вы нас тут слышите? Слышите. Да, в меньшем собрании. Слышу, отвлечите паузу. Сор, я не могу, у меня экран, этот, настроек выскочил. Все, я понял, давай, тогда отпускаю паузу. Сейчас, госпожа Космос. Госпожа Космос, игрок номер пять. Вы нам нужны? Все, я отпускаю паузу через три, два, один. Сообщение, типа, настроек, я ничего не могу сделать, я ничего не могу сделать, ничего не могу сделать. Вас слышно, господин Алиота. Я знаю. В дискорде замуться. Да, сейчас. Короче, один-два не сыграю пока что. Первый игрок, вы плакали, что вас не находят, а второй вы должны въехать именно по этому принципу, потому что первое находили, его девят, его Космос оставило красным, его в той игре оставили красным, поэтому это странный был въезд, а вы въехали просто. Потому что он плакал. Поэтому ни один, ни два вы черным приводите аргументы, не те, которые должны были приводить, которые вы приводите красным, поэтому не беру ни вас, ни первого игрока на данный круг. Короче, смотрите, мне кажется, ну, хочу смотреть, игрок номер один, хочу дать вам поддержку с вами сыграть, мне ваша речь не показалась черной, то есть нет за что считать прямым игроком очень красным, но вы сказали, что вам тяжело в данной серии играть, давайте я с вами сыграю, назову вас на данный круг игроком красным за это, чтобы просто вам было легче находить счастье в игрок красный и без давления сыграть в игру. вот играть один то что третий отказался игроков один два мне больше импонирует несмотря на то что я сыграл один просто отказываться от игроков 1 2 3 мне кажется адекватно поэтому я играю с игроком внутри мне не понравилось речи игрока номер два этот собственный момент был на горит я красный я что-то блин уфранкновен столько лет играешь мак и не можешь выговорить слова honors в общем позиция пока что один тебе 2 игрока теперь по просто гребл забавный момент я короче сказал или не что блин я на своей а своим поведением полностью от провал с учери бства это очень плохо, типа, черные поймут, что я не шериф. И меня, оказывается, убили по динамике, подумал, что я шериф. Заболный факт. Второй интересный момент. Игрок номер 10, к вам хочу обратиться. Очень-очень мне нравится, как вы играете. Вот вы такой, я с вами первый раз играю, вы для меня такой открытий небольшой. Вот этой серии, это здорово. Так, я тоже это говорила, игрок номер 10. Вы с Женей переписывались, я ему тоже это говорила. Так, а я еще ваши стримы смотрела, поэтому у меня больше бонусов. Доброе утро, город. Всем хорошей, приятной игры. Смотрите, как бы поговорил черный игрок на моем слоте. 2-4 есть мафия, сказал бы позицию. Но я игрок красный, и я хочу объяснить свой аргумент по 2. У аргумента 4 по 2 был как бы очень плохой. Я подумала, что 2 красный, потому что он хотел сказать другую речь. Это вообще очень редко бывает, когда я считаю правильного красного, но он сказал, что он хотел сказать другую речь, но из-за того, что игрок номер 1 понылил и сказал речь отрицательную, ему пришлось всю минуту разговаривать с игроком номер 1. То есть он реально 50 секунд говорил с игроком номер 1 и про игрока номер 1. Это речь не на покупку, не на что достать черную карту на втором слоте. Я подумала, что 2 красный. Это прям не означает сильно, что все остальные черные, но мой главный посыл в игроках на 2 красных, мне кажется, в принципе, что для меня много игроков красных. То есть аргумент 4 по 1 тоже имеет место быть. Игрок номер 1 как бы тоже, ну как бы, усоберитесь и так далее. Ребят, вон игрок не будет. Игрок номер 1, я вот вас понимаю, все любят выигрывать, никто не любит проигрывать. Но знаете, кому еще тяжелее? Человеку, который любит выигрывать и при этом играть не умеет. Игроку на шестом боксе. Вот я виню себя в поражении за прошлую игру, потому что меня сочли черным просто. А мафы потом присосались. Ну, я так считаю. Это по прошлой игре я просто немножко расстроился. Смотрите. Да понятно все, Клаус, не мешай мне. Тут твой фан-клуб вон от меня слева организовался, ты знаешь, кто там главный. Я речь о игроке номер 1 супер черный не щел. Ну, просто грустно, я его понимаю по эмоционалу. Сыграю с первым игроком. Игрок номер 2 дал, в принципе, какие-то аргументации по нему, но не заметил. Его действительно ходили красным все время до этого. Игрок номер 3 это подметил. Сыграл почему-то 3-0. Я бы сыграл бы 1-3. Игрок номер 4, в принципе, то же самое. Сказал, что можно сыграть 1-3. Сыграл 1-4. Я пока что сыграю 1-3 без игроков 4-5, потому что игрок номер 5 сказал, вот если бы я была черной, я бы затопил в 2-4. Есть один маф. Я не знаю, почему вы знаете, что там есть один маф. Я этого не представляю. Для меня 1-3 дали хорошие речи. Игрок номер 4 почему-то отказать игрока номер 3. Совсем не близко. Я не знаю, у меня как-то постоянно с космоса просто цвета сходятся. Вот именно аргументация. Я постоянно думаю, блин, как же так? Может быть, вы где-то подслушиваете, когда я сам с собой разговариваю. В общем, я подумал также, что второй красный, именно по окончанию его речи. Я, в принципе, не посчитал первый игрока черным. Я говорю, я с ним играю достаточно много игр. Мне кажется, это типичная аутентовая речь. Я ее ждал в первых играх, но там он как-то держался. В общем, тем более, там, 4-й сказал, что окажется поддержка. Тем более, он 6-й сказал, 1-й красный. Я поиграю, смотрите, 2-5, не против 1. То есть я считаю, что я первый больше красный. Еще по случаю не попрели, тогда точно решу. По поводу игрока номер 3 я не знаю, что сказать. Там пролагало полречи. У меня он включился, видимо, позже, чем у вас. И, в общем, правда, отказался. Ну, у них не близко, что я говорю. Возможно, у меня 1-2-5 команды в конце. Все, спасибо. Доброе утро, город. Здравствуйте, мои хорошие. Так, я единичку прослушал. У меня были технические проблемы. Значит, смотрите. И двоечку я тоже, в принципе, не очень понял. Но мне показалось, речь двоечки достаточно красной. Как тут не согласиться с пятеркой, которая играет только с двойкой? Очень интересно. Но, опять-таки, будем смотреть. Будет все видно. Он не сострел. Теперь ковика нет. Теперь никого винить. Хотя это был не он. Это было прикольно, на самом деле. Господа, смотрите. Четверка у нас поиграл с 1-3. Это интересно. Это очень интересно. Я как понял, что вы и с этой... Ну, то есть, и в этой игре отказываетесь от Шериста. Правильно я так предполагаю? Или... Ну да, я помню, окей, все окей. Да. И вот у нас в шестерочка поиграл с 1-3. Но не поиграл четверкой почему-то, да? Если не ошибаюсь. Четверка с 1-4. А, окей, все, зашибись. Ну, ладно. Так. Ладно, бог с ним. Нет, Илюш, в четвертый поиграл в команде 1-3-4. Во-первых, ты выкинул его из его же команды. Я очень подозываю игрока номер 6. Объясню, почему. Он сказал, что у второго был нормальный посыл. Потом выкинул 2. Я не услышал ни одного аргумента, почему 2 не красный в этой игре именно от игрока номер 6. Мне кажется, игрок номер 6 не знал, как поговорить по игрокам до себя. Мне кажется, отдельно красным 3, именно самым красным 3. Из-за меня поговоривших, мне кажется, отказаться от 1-2, это была нормальная идея. Мне кажется, не черная 5, именно из-за того, что из начала речи она бы не стала на черном игроке акцентировать внимание, то, что именно я бы черный сказал такую речь, а сейчас я скажу другую речь. По пятому игроку не такой черный 2, поэтому я сыграю в команде 2-3-5. Я не понял, игрок номер 4, вот это вот, окажу поддержку первому, но вы бы хотя бы сказали, что вам понравилось его речи, что не понравилось. Никакой аргументации. Мне кажется, вы просто взяли первого, как будто вы знаете его цвет, и вам нужна рука. Не знаю, мне это послушают вас на следующий круг. Ну, пока 2-3-5, я думаю, больше красный. Спасибо. Так, команда отличная. Бонгер меня по-моему устраивает. Пилим 1-2, 2-3-4-5-6 в 1, остальных в 2. Я почитал самое красное 5, за то, что сила 2. Я не понял, почему все выкинули 2, за то, что он... Тихо не мог сказать, что он там, ну типа вот такой вот красный лоску. Очень, как по мне, аргумент странный. Я подумал, тихо 1-4 вообще могут быть вместе, но пока что это обычно не такие, пока что тихо в этом будет рано. Я сыграю вот акценты. 5-5-2-9-3. Все, вот это... Я думаю, 5 самое, типа самое вот красное, потом 2-9-3. Нужно сейчас послушать первого, подозреваю, типа 4-6. Смотрите, я читаю. Его цвет 9 просто сфигует стол. Он маф 6, но это как-то слишком странно, мне кажется, типа 9, типа если он маф сам. Что-то в 9-10 реально, походу, маф есть какой-то один. Хотя я 9-го не очень подозреваю пока что. Я-то цветов просто за столом не знаю, аргументов людей по игрокам. Мне 6-й, кстати, не показался черным. Ну да, типа так себе речь. Вот. Как же там бонгера? Я подозреваю 10-го игрока, откровенно говоря. Да, я считаю, проверка 10-го хорошая, потому что, ну, невозможно посчитать 5-ю очень красный, за то, что 5-я сказала, что 2-й красный. У вас 2-й что, бетон красный? Проверенный красный цвет или что? Откуда у вас цвет 2-го игрока, игрок номер 10? Почему вы посчитали 5-ю точно красный, за то, что она поговорила по 2-му игроку? Ну, это странно. Вот. Хотелось бы узнать, о чем хотел второй игрок поговорить. Ну, я ему помешал своей речью, правильно? Очень хочется услышать. Ну, потому что вас считают красным, за то, что вы от чем-то другом хотели поговорить, игрок номер 2. Ну, сейчас, наверное, уже нет смысла об этом говорить. Мне кажется, что вы, несмотря на это, мне кажется, что 1-й красный, потому что подозревает игрока номер 10. Мне кажется, что красный игрок номер 7, за то, что он сказал, что он посчитал там 5-ю суперкрасный. Мне кажется, что красный игрок номер 9. Вот красные игроки 1-7-9. 5 сказал, что до нее мало черных игроков. 34 для меня две слабые речи 3 за то что сыграл в тупую против 12 не по мне не было попытка разобраться 7 9 красный вы показали два чё 7 говорит 9 10 маф 1 говорит 10 подозрительный 9 просит на проверку десятого десятого здесь сложно десятого уже много кто атакует возможно реально 10 красный окажется лоску говорит 10 не проверять чисто 10 отстрелится или 10 красный то девятый уже не такой-то и красный но реально не такой красный потому что 9 просит на проверку десятого в 9 10 седьмой утверждаю что есть маф если 9 то есть тогда всем 9 источном афа что говорит 9 10 есть типа один черный игрок 9 говорит типа 9 просто проверку десятого вот интересно интересно я немножко расстроился да сусульсами просто сложный игровой день типа какие-то фалы нужно выдавать именно поведенческие не хотел но я короче ребята ошибся надо было просто чуть лучше людей инструктировать насчет правил это в том числе моя ошибка вот не надо пожалуйста скидывать клипы юра ребят вырваны из контекста вот все все в порядке так секундочку так 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 раз два и 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 но пум 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 пока что данного так я думаю 7 красный однако второго аргумента всем он плохие не за это он красный западе что назвал 5 красный который назвал тебя красным это странно это не те аргументы которые даже мы 4 тут то сыграл со мной потом от меня отказался извини лоску за отказ ты в лучшем ходе вот я думаю 7 самый красный 10 странно он покажешь он стреливается еще за ерунда кто тебя будет стрелять кто тебя будет стрелять что это за за жесты стопка проверка молчишь не надо не молчать ты шире 7 точно шире все 7 точно шире все 4 запаковали 4 всеми руками 7 точно шире 4 4 смотрите игрок на шире кому вы показывали перед засыпанием что действитель нужно проверять это кому вы показывали себе 50 раз показывали себе что не нужно проверять 10 а вы шерифом сидите посидите и пока ты не надо 10 и проверять действитель проверять 10 на проверять 4 черный досвидос все не знаю 66 не интересно среди 56 есть черный игрок вот 9 мне кажется красным всем понятно шериф для меня до 5 конечно не хочется отказываться как бы не то что от своей руки на 5 действительно никогда не называет красным сейчас назвала но я говорю что у меня нет нет ощущения ну не было не подумал что прям 5 что 5 самое красное сейчас ребят от речи лоску вулканы проснуться на гавайях в смысле нет но убьют вас они все они вашу красную проверку но вы что не понимаете это когда люди не не говорят проверку убьют шерифа они его красную проверку либо черную скажите чтобы мы думали у нас будет больше информации покажите ее выставляю 6 да он не показывает проверку потому что он маф не 100 процентов 6 6 проверенный черный для всех адекватных людей которые играют в мафию должны понимать что если есть два шерифа которая вскрывается нужно голосовать в черную проверку я показывал не проверять 10 я даже больше скажу когда 8 у меня спросил отказался ли от шерифа я показал да я сделал все для того чтобы не думали что я шериф потому что мне казалось что красные проигрывают игры из-за того что шериф умирает во вторую ночь а потом все люди которые без дупля и не могут проголосовать в черных поэтому я делал все чтобы не было понятно что я шериф чтобы я сделал свою черную проверку на следующий круг мы сняли моего черного игрока и люди потом меня не убили вот почему я показывал 10 раз проверки такие потому что может быть умным а среди 25 который все равно может меня найти поэтому я прятался я сразу если я я не дурак черный все делать для того чтобы подумать что они шерифы после этого вскрыто на речь убиенного а вскрылся потому что понял что у меня голосование будет 6 проверенный черный 7 нет мотивации не показывать проверку все выставляю 6 уходит 6 спасибо игрок номер 7 он уже поговорил кто вас проверенный кто игрок номер 7 пожалуйста 5 проверенная красного все я 3 черный вместе с игроками 6 и 7 черная команда игрока номер 4 5 6 7 выставляя 4 уходит 4 все может быть черный вы только что объяснили сто пятьсот аргументов почему 4 скрылся я показала 6 черный мы бы голосовали 6 и без скрытия игрока номер 4 я не понимаю зачем 4 скрываться когда бы и так голосовали игрока номер 6 я думаю что 7 шериф игрок номер 2 извините как бы наши пути разошлись игрок номер 4 команда собрана опять 6 7 все сейчас уходит за какой баланс пинг и бонгер сидят на чиле 5 6 7 черный ребята я призналась я черная с игроками игрок номер 4 не шериф скрылся под девятого игрока чтобы сыграть в эту версию игрок номер 10 тоже говорит что типа я не такой черный я не знаю что я плохого скал по нулю я только понимаю что четвертый шериф он дает мне черным цветом я красный я как типа в баланс вы уйдете но потом нужно искать черный в команде с четвертым игроком кто это может быть мне просто очень сложно 57 красный игрок номер один играет версии седьмого игрока 5000 сейчас а второе сейчас от типа просят от 7 адекватную проверку чему проверка 5 не очень нравится я не понимаю потому что многие по столу сказали что 5 не такая красная выставить 5 зачем ты же определился что ты голосуешь меня что я этого не понимаю кто черные я думаю с игроком номер четыре может быть девятый черный он сыграл под него может быть десятый с девятым сцепились там скале один маф ты ты и так хочешь голосовать что конечно и так девятый с самого начала хоть голосовать шестого просто увести шестого безопасно да я думаю игрок номер восемь и чем в столе смотрите вы помните речь второго игрока на папиле потом уже сказал что я красный это был единственный человек который сказал что я красный я очень поверил скажи пожалуйста вот объясняется второй группе 5 5 выброшу из команды хотя он и по этому аргументу еще и говорит что я красный я посчитал что 2 очень по красному единственный игрок меня заиграл игроки 8 9 10 вы про меня забыли игроки 9 10 вы играете в моей команде 2 5 и забыли про меня поэтому я пошел потому что второй игрок сказал что пятое подозрительно думаю хорошо возможно она опять в очередной игре сыграла те же цвета что и я но за но она черная это она нашлась красным я не знаю игрок номер два вы если продолжаете будет топить и снимать шесть если вы будете показывать что все четыре ходят отлично все я сделаю проверку наверное между игроками а я наверное восьмого проверим его речь очень понравилась первое что жестикулирует не нравится посмотрю послушаю сейчас 9 10 вы так получите я взрываю к уму и кого-то среди 25 очень интересная ситуация лично я уводил двух шерифов здесь на самом деле но мне во всяком случае мне нравится больше аргументация семерки тем более он хочет еще меня и проверить это замечательно так бы он сказал тала типа он ну ну это логично потому что у меня речь такая бывает нормально но меня проверки делать не надо бесполезно потому что я красная карта хотя тут такое меня предупреждали что господин лоску будет очень сильно тильтовать для того чтобы остаться за столом ну вот принципе это демонстрация моя ручка вкинется в четверку но давайте посмотрим то есть если для четверки шестерка черный то значит для семерки шестерка должен быть красным правильно и для двойки а вы пятерочку провели правильно семерка 4 объясню почему игрок номер четыре во сколько игр сыграли за этим столом 10 понимает цвет 6 я попросил проверку 10 сказал 6 черный пройти 10 какой пройти 10 нет он скажет цвет 6 и так нет проверки шеи за столом это проверка под стол чтобы сыграть баланс тайных шрифа поэтому я спален голосовать у игрока номер четыре плюс есть завещание третьего смотрите игрок номер семь я вас выкинул именно вы играете в команде 25 я сказал акцентированно красный 3 я считал именно красным 3 игрока который сыграл 0 3 поэтому я с вами не сыграл почему потому что он отказался от 12 я посчитал что 12 слабые речи поэтому я считал именно акцентированно игрока на прекрасно но попили на попили вы посчитали второго точно красным но возможно поэтому поведали 5 я считал 25 красными я была свой рука номер четыре тоже 25 спону 24 я считаю более красными я считал третьего красного завещания что седьмой точно смотри ложку успокойся пожалуйста смотри игроки да я прямо игроки один пять шесть семь восемь девять поставят типа тебя ну типа но сейчас уже все я я поставлю 6 я поставлю свою руку 6 мне трудно с шерифами я пока не определился как вас крылся лоску было ну не знаю типа странно почему ну вот 6 он проверил когда там есть я например можно я проверить бонгер ты себя показывал 6 черный 6 черный два круга подряд у тебя сейчас ну вот так странно смотрите кто хочет поделать так я поставлю в 6 шерифами я не определился я ставлю свою руку 6 и буду думать я считаю проверки 6 не могло быть от четвертого игрока ну просто потому что 4 заиграл 136 заиграл 136 должен быть точно черным для четвертого игрока если четвертый игрок шериф он не имел право идти проверять шестого игрока я бы проверил 10 на этот круг да ну почему проверил бы 10 я уже объяснил не знаю мне кажется новая севка донаты на большие за месяц четвертым проголосовать буду точно четвертого игрока говорят вот так вот я снимал почему нет что вам мешает это сделать игрок номер десять ну это вы сейчас говорите от логики что вы черным точно разбегались без четвертым игроком да правильно но типа я бы стал 4 он не может играть за два есть потом выкрикнуть и выграничены использовать это как аргумент типа если бы я был черными бы точно разбегался что вам мешает это сделать просто мне не понравилось как вы по нулевому кругу назвали 5 точно красный за то что она назвала красным 2 именно за этот аргумент то есть если бы вы просто посчитали за что-то опять красным я бы согласился но проверка 5 красная конечно тоже плохая если честно я там весь нулев я всю нулевку не смотрел мне кажется 2 10 кстати и самое классное то если команда реально 2 10 4 так я могу быть черным 6 смотрите 6 проверенный шериф стреляется 6 если не могу меняю не стреляется 7 мафия сейчас не стреляет 7 9 проверенный шериф нет 8 проверенный шериф стреляется игрок номер восемь я не шучу 8 проверит кто кто со мной не черный кто со мной не черный скажите мне пожалуйста первый первый проверенный шериф стреляется игрок номер один любого но не в игрока номер семь прошу своих мафов если они по-человечески ко мне хорошо относятся не стрелять игрока номер семь черная команда 6 я не знаю 5 без дупля или нет. Я думаю, черный 10. Я думаю, черная команда 6-7-10. Я стараюсь, что 10 голосует в 6. Но я хочу, чтобы сняли 5, и она обосралась в этой игре. 6 уходит, 7 уходит, 5 уходит. Я... Не знаю. 8. Проверенный шериф стреляется. Игрок номер 8. Я не шучу. 8. Моя мафия только 8 стреляет. Он пытался всеми силами доказать, что... Представляете? Эти... У него чисто 2 монкоса сидят в команде, если он реально маф дает кучу отстрелов, а они сидят и такие типа... Чё? Ты кого стреляешь? Первый? Так. Восьмого? Пят? Не... Не седьмой. Всё, я понял. Из всего, что я понял, что Грит стреляется не седьмой. Ребят, кто стреляется? Блин, ну седьмой мог реально запутаться сейчас, если он шер, кого пойти проверять в такой ситуации. Восьмой, что Грит стреляется, что он дит... Смотрите, игрок номер 10. Да, на самом-то деле, я без рофлов не поняла, почему ты захотел, не захотел голосовать в 4. 4 сказал, что ты точно черный. 4 показал 10, проверяется. 4 сказал, что ты точно черный, а ты почему-то собирал руки в 6. Непонятно. Блин, я думала черный 8. Так, сейчас я посчитаю, облажалась я или не облажалась. Да подождите, я быстро считаю. Мне кажется, что 7 красный. Мне кажется, что 7 красный. Всё, короче, извините, игрок номер 2. Что-то Женя кричит. Я на речи 3 показала, что 6 черный, что 6 черный, что я буду голосовать 6. Зачем 4 с черной проверкой 6 скрывается? Мне кажется, мы бы 6 забрали всеми руками без скрытия игрока номер 4. Мне кажется, 2 расстроился уже. Я думал, 9-й игрок МАФ вместе с 4-м, он под него сыграл, но 9-й игрок от него отказался, поэтому я буду думать, что 9-й игрок красный в этой игре. Буду играть с 7-м, потому что 4-й делал меня черным. Мне не очень нравится, когда начинаются эти крики. В игроках 8-10. Ну, смотрите, 10 типа такой смело, просто чтобы не спалить, смело сказал, буду голосовать, разбегаться так публично. Но это немножко жестковато. Игрок номер 8 просто типа говорил плохие речи. Я не называю игрока номер 1, вот что я могу сказать. И думаю, что по первому игроку, если 9-й ближе к красному, то я тоже думаю, что 9-й ближе к красному. Он бы мог бы просто спокойно топить версию того, что 6-й черный, 6-й черный, меня бы убрали бы просто. И 7-го бы отстрелили в эту же ночь. Но они убили типа Дона, по идее. Что? И не сострял. Они могут снять сейчас типа по очереди черные проверки, и потом поднять твои. А, по кругам уже то, что... Ну пусть скажет мой цвет, он должен знать, что я красный. 2-й уже, 2-6. Я не знаю, госпожа космоса, как вы играете вообще. Я бы не в жизни пошел проверять второго игрока. То есть мне казалось, ладно, короче, что надо проверять восьмого игрока, 9-10 там по очереди. Ладно, короче. Я удивлен. Удивлен в вашей игре, но... Это магистр, или кто? Так, не то, что первый красный. Так, Алекс, я ей не надо закрывать. Я думаю, как девятый реагирует на это больше по красному, ну и, соответственно, мог перевернуть стол, стать там, уходит 6-й игрок, нет, он говорит, там, по 4-м сел, потом 9-й для меня красный. Не знаю, подмазываться под то, что в 4-го никто не играет. В конце, наверное, я камер восьмого игрока, и тем более первый игрок, который я считаю красным, и пятый играет 2-4-10, ну, скорее всего, 2-4-10 команда, 2-й восьмого игрока, ну, если что, что... Что, опять мне надо проверить восьмого? Восьмой красный? Между 8-10 проверить. Если я проверю восьмого красного, ну, кого вы снесете? Ну, десятого игрока, ну, зачем? Ну, короче, ладно, посмотрю, послушаю, что он скажет. Клаус... Я согласен уходить с десяткой. Запомните, я заметил такую штуку. Если Клаус со мной не играет, то, значит, Клаус черный, отлично. Это замеч... Это логично. Я так двоечка, два черный. Окей, два уходят. Я знаю, что два уходят. Но если вдруг вы захотите оставить на заправочку, здесь все по красоте, зная, что двоечка, он уходит по-любому. Вот. Я ухожу с десяткой в попил. Свободно, абсолютно без проблем. Я поверил семерке. Я поверил в версии семерки. Мне... И я не повелся на театральное представление господина Лоско. Это все замечательно. Мне нравится. Все отлично, все хорошо. Но вот такой вот небольшой лайфхак для всех, кто играет. Смотрите. Если Клаус меня не считает, и он не говорит, что я черный, тогда Клаус черный, а я красный. Это вам не даю гарантию. Это уже вторая игра подряд. Я подозреваю. И в прошлой игре я такой... Я просто не смог бы никогда переубедить стол в том, что Клаус был Godfather. Так что вот так. Ну, я просто в два проголосую. Я объяснил на тот круг, что третий точно красный для меня оставил седьмого точно шлифом. Потом я объяснил, почему подразительные четыре, именно не первую игру. Десятый именно понимает цвет шестого. Нету проверки в шесть. Есть проверка в десять. Ее попросил я и первый игрок. Мне показался первый игрок именно больше красного проверки в десятого игрока. Финал на следующей неделе, да? Шесть семь девять, черный, думаешь, да? Все. Ну, нет команды пять, шесть, семь игрок на уровне. Десятый, мне кажется, красный. Десятый красный, восьмой тоже красный. Я красный в этой игре, смотрите. Я просто сделаю так. И смотри, вы все равно поставите в два. Смотри, пинг. Мы сегодня сыграли... Ну, сколько игр? Четыре. В двух я был черным. Это пятое. Я красный в трех. Я был красным. По-моему, я тебя в команду не взял вообще ни разу. Ну или один раз. Получается, я был во всех играх типа черный, да? Хотя я был красным. Очень странная логика. Смотрите, просто, ну, я не знаю, как играете вы, но именно я, шерифа сносить так рано, но вообще хип не знаю. Речь у шестого, как по мне, была ноль, не очень хорошая. Девять показал, шестой черный. Я сказал, думаю, девять красный, потому что он знает, что цвет Илюши я вижу. Если он черный, девять, как бы смысл ему идет? Почитал девятого красного. Вы сейчас все равно... Все, я снимал. Давай, где тебя... Я красный, все, давай, давай, сделай, сделай. Игроки восемь-девять. Я буду разговаривать с вами. Ну, так как вы получаетесь красными по всем версиям, вы в баланс играть никак не хотите. Правильно я говорю? Вы считаете, что второго надо снести, шестого голосовать не надо, правильно? Ну, какие тогда варианты? Не, я понимаю, что 2-10, хотят голосовать шестого, просто... Я не совсем понимаю проверки шесть от четвертого игрока. Я не понимаю, зачем игрок номер четыре на своей прощальной речи говорит, отстрелите кого угодно, кроме седьмого игрока. Ну, по-моему, достаточно неочевидный отстрел для своих мафов, допустим, если он дом. Говорит, стреляется кто угодно, кроме седьмого, правильно? Ну, типа, не знаю. Мне кажется, было бы очевидно, что надо стрелять седьмого, кто-то это не понял, скорее всего. Вот. Я бы мог сыграть в баланс, если бы 8-9 меня поддержали, но если город хочет голосовать по два, правильно? Будем голосовать в два? Да, ребят, смотрите теперь сюда. Если вы думаете, что черная команда... Никто не жестикулирует, игрок номер пять, пожалуйста, не мешайте. Если вы думаете, что черная команда 2-4, 5 сказала, 2 красный, 7 сказала, 2 красный, 9, который только умер 3, сказал 2-5 красный, я решил разменять свою красноту, когда я уже развалил по аргументам 4, что он не шериф, сказал, что 4 точно черный, я после этого решил замазаться и проголосовать в 6? Что за бред? Вы, ребят, вы за кого нас держите? Я всегда убиваю шерифа, я не играю две версии. А тем более я не буду вмазываться в то, что... Говорит, что лоску шериф, зачем мне это делать, меня красным все называют, это непонятно или что? Сыграйте в баланс. Если мы уже не убили 7, во вторую ночь, в третью ночь мы же точно его стрелять уже не будем. У него красная проверка 5, 5-я черная, либо вообще бездуплевая. Я играю в то, что 5-я черная, потому что 7-я говорит, магистр, гроссмейстер. Все сказали 5 красный, а 7 проверил 5, потому что сказал, что я красный. Я свою краснату разменял на шерифа 4, или что? Не раскидываем руки, два проверили. Это непонятно, или что? Блин, у них слишком много рук сейчас второго заголосовать. Стреляем игрока номер 1, я забыл динамику. По-первыхому, по-первыхому, по-первыхому. 5, 6, 7, черт, Илюша опять. Илюша просто нереальный. Я скажу прощальную речь уже. Смотрите, ребят, сейчас в принципе такая мета, что люди вскрываются в девятке и голосуют шерифов. Смотрите, если вы посидели два круга, и кроме лжа-шерифа не можете найти еще одного черного с ним, его точно не нужно голосовать. Это просто совет вам на игру. Во-вторых, если вы кроме лжа-шерифа не можете проголосовать черный, если он не вскрывается, тогда думайте что-то над своей игрой. Все. Игрок номер 5, пожалуйста, ну что вы показываете? 3, 6, 7, точно красный. Я не говорю о том, что люди... Мне все равно на то, что люди ошибаются. Все ошибаются, это очевидно. Я просто говорю, что можно изменить. Проголосовать 4, чтобы... Что? Потому что 4 вскрылся. 4 не шериф, потому что есть завещание. Понятно. 4 меньше подозрева... Ну, кроме 4, никто ни одного черного не назвал. 4 черный, все, больше черных нет. Ошибка. Могли попилить... Там на самом деле, реально, вот, 10-й был неопределившийся, и 2-й был, типа, неопределившийся. Ну, то есть, если они мафы, вот это вот все разыгрывать, оно просто не нужно им, как мафам. Это реально больше похоже на красных игроков, которые пытаются что-то подумать. А Зеневал дает 2-го черным. Потом, типа... Ну, я же говорю, тут 9-й так определен. Ну, 9-й на это. Чисто бонгер. Вот, так что... Ну, да, проверка 5 сразу... Ну, видишь, Бэмби, это ж такое, типа, тут красные... Красные без дупля были. Вот. Что с дедом? Дед дисквалифицирован с турнира. Крис, я сейчас буду отходить после окончания этой игры. Ты расскажешь ребятам, как у нас там нулевочка проходит, вот, как они могут нас поддерживать? Что у нас, ребят, сейчас... И... А, да, ты этого лички будешь подбивать. Не знаю. Ну, что, седьмой шериф, седьмой шериф. Ну, да, я действительно считал седьмого больше шерифом, просто... Смотрите, я люблю играть в баланс. Я так привык. Я хотел найти какую-то руку между 8 и 9, хотя бы одного игрока, который согласился поставить 6. Но вот чего я точно не ожидал, так это руки 10-го во втором. Вот. Ну, потому что все сказали, что 7 шериф. Не, ну, я понимаю, ну, для вас-то... У вас же есть какая-то своя игра, правильно, игрок номер 10? Вы же на речи обозначили, что будете в 6 голосовать. Вот. Деваки... В 7 все равно уже все же будут играть. Не обязательно. Смотрите, мы поднимаем 2-6. У седьмого остается один черный за столом, правильно? Он дает, допустим, вас черным. Мы заголосовываем седьмого, если он не стреляется. Переходим в Угодайку. А в Угодайке 50 на 50. В Угодайке всегда есть шансы выиграть. Поэтому... Ну, проиграли, проиграли. Ничего страшного. Итак, друзья, черная команда. 5-6-7. Шериф 4. Победа. Мафии 3 в 3. За эту игру ВЛС получает 1.45. 1.4 получает Зенивал. И Космос получает 1.3. Бонгер, кстати, добавил... Блин, вообще там, конечно, у Камика было минус 0.65. Стало после этого минус 0.8. Пока неплохо идут у нас ребята. Я быстренько, ребят, сделаю следующее лобби. Так. У нас осталась последняя игра на сегодня. Я просто вас... Я держу вас в курсе, ребят, как там идут дела. Блин, ну как же Илюша просто жарит? Как же Илюша сегодня просто жарит? Как же его черным дают, а его не... Кстати, а кто не сострелялся? Вот вопрос. Как же это было разматывающе, да, Волоша. Кстати, кстати. Я говорил, команда ВЛС и Космос не проигрывает вообще. Значит, он с 3 на 5, 5 умрет. Ребят, я должен заметить, что команда Космос и ВЛС сегодня имеет винрейт 100%. Причем на мафах, по-моему, 2 в 2, да, там было до этого, в прошлой. Просто, блядь, невозможно. Почему я достаю шерифа, мозги сразу пропадают у людей. Я хотел, типа, тогда снять 6, но все сняли тебя и вот, теперь все себе... Так, а вот почему все сняли меня? Какая логика снять меня? Если вы думаете, что 6 может быть с двух сторон, какая разница? Что снимать шерифок? Блин, я просто не могу с этого дерьма. Каждый раз мне нет ни одного... Я отойду пока. Переиграл, не понимаем. Послушайте. Да какая я тебя отращиваю? Донатьте на MVP, ребят. Я отойду пока. Блин, ничего не поменяется. Поэтому, да, успокойся. Может, люди перестанут голосовать шерифа. Просто 7 крутой. Все подумали, что 7 красный. То есть 7 проверку не мог высрать из себя 3 лет. Это было. И 5 проверка красная плохая. Но мы доехали. Да, да, тупо какашку в меня бросил. Тупо такой, на, лови, гранат. Илюша, у тебя все вины, да? А, нет. Я тебе проиграл на мафе. С рэпом, Илюшка. Типа, ну, типа. Я скажу, госпожа Космос просто Космос. Вот у нее все вины. На всех картах у нее все вины. Неправда. Нет. В смысле? Нет, нет. Я в первой игре проиграла. Промах. Да. Я черный проиграла, да. Тогда он, да. Тогда, да. Ну, проверка 5 такая плохая. Нет, ну, эта игра грустная, да. А вы смотрите, госпожа Космос. Я еще вас слушаю, думаю, в ноль. Ну, 6, ну, черт. Что, что? Куда вы стреляли, госпожа Космос? Вы по 9. Это секретная информация. Просто смотрите, я дал на 9. Зеневал стрелял на 9. Они бы промазали. Я стреляла в 8. Они бы промазали и обосрались. Потому что по их версии, последний черный промазал. Но я уверен, что люди бы даже этого не поняли. Все равно бы говорили, ну, 4 черный, потому что мы так решили. Минус Женька. Женька, минус. Ну, стресс. Это фанки. Ребята, а что, лоску был шерифом в прошлом? Получается, лоску. Подождите, мы с чатом проголосовали 4, 2, 10 и выиграли игру, кстати. Ага, да. 4. Еще не понимаю, что Алят еще молчит. Точно 4 черные, точно, снять всеми руками. А что ты от меня отказался? Да он сыграл с тобой, Голова. Я сыграла. Потом на Попильске 3 не красный. Потому что я потом показал, что мне кажется, что красный 1-2, поэтому 3 не красный. Ну, так вот, я поэтому тебе скажу, что вот так вот. Ну, не попал, Женя, не черчай, не попал. Считал тебя очень красным. Но после этого жеста, я думаю, что оставлю тебя в лучший ход. Бывает, бывает. Так, у нас, кстати, довольно жесткий решафл произошел после этой игры по баллам. Вот. Мне очень интересно. Мне кажется, что заруба реально жесткая. Правда, ну, типа, в последней игре должно реально что-то интересное произойти, чтобы настройка поменялась. Но это возможно. И там, если она поменяется, то там много будет вариантов. Клаус, ВК, зайди. Смотрите, мои мафы. Это не было спонтанное решение, что я даю пятую красную. Я думаю, есть два варианта. Четвертого черного, десятого черного, ну, или вот пятый красный. Ну, просто десятый черный, и тогда все понятно, у меня команда уже, что будет дальше. Четыре-десять вместе в мафе. Это же бульет. Бескорбе замутся. Да, я не хотел этого сделать. Поэтому я дал пятую красную, потому что четвертую черную давать тоже слабая позиция. А пятую красную, и обосновать тем, что второй говорил, мне показалось... Честно, я думал, четыре-шесть черный, поэтому шестого поставил. Ой, господи. Мне нечего сказать. Я трехсторонний черный. Господин Лоску, давайте с вами на будущее. Если вы вытяните шрифы, не надо проверять десятого игрока. Лоска, давай с тобой на будущее. Если ты... Ну, пожалуйста, не надо понять десятого. Они сгубы тех, кто завещание оставляет. На будущее, хорошо? А не снимай себе всю ответственность, окей? С того, что третий оставил, значит, я буду делать так, как он сказал. Если тебя сюда посадили кто? Играть в мафию или слушать завещание адреса? Давайте не поджигать. Кстати, из интересных фактов, мы реально посадили седьмого игрока за этот стол, чтобы он слушал завещание. Но это неизвестный для многих факт. Вот. Но именно для этого он и посажен за этот стол. Так, у нас шестая игра, ребят. Эти страсти накалились. Это замечательно. Давайте будем дальше их накалять в игровом режиме, а не... Ай. Прошу прощения, в общительном. У нас...